С какими наибольшими проблемами вы столкнулись из-за того, что сказали правду? Полицейские устроили облаву на небольшую вечеринку в колледже, начали требовать у всех документы и спрашивать, пили ли мы. Они сказали, либо вы говорите правду, либо мы заставим вас дышать в трубку. Если алкотестер обнаружит алкоголь, вы отправитесь в тюрьму. Мне было 20, я был в ужасе, поэтому решил сотрудничать с ними, так как был еще слишком зеленым. Я не был пьян, у меня не было алкоголя с собой, но решил проявить честность и сказал копу, что выпил в общежитии, прежде чем прийти на вечеринку. Все остальные присутствовавшие либо спрятались, либо нагло соврали. Никого из них не заставили дышать в трубку, а я получил восхитительный штраф на 700 долларов. Копы записали мои слова о том, что я пил в общежитии и доложили в университет, который заставил меня пройти 8 часов лекций о вреде алкоголя и отработать 20 часов общественных работ. Ни в коем случае не признавайтесь в употреблении алкоголя, если вы не являетесь совершеннолетним. Лгите, лгите, лгите. Фигня типа, если вы скажете правду, мы вам поможем, это ложь. Учительница спросила меня, кто сломал ноутбук на ее столе. Я ответил, что, по моему мнению, она сама это сделала, поставив на него проектор на минуту, когда готовила карту. Меня наказали, обвинив во лжи, поломке компьютера, споре с учителем и плохом поведении на уроке. Мой папа пришел в школу и устроил взбучку директору, заставив его отменить мое наказание и признать, что ставить проектор весом в 13 килограммов на ноутбук Apple не самая блестящая идея, и что вмятина на задней панели экрана действительно напоминает след от круглой ножки проектора. Директор сказал, что учительница должна извиниться передо мной за то, что накричала на меня перед всем классом. Чертова миссис Икс, когда уже вы собираетесь извиниться? В 2010-м познакомился с женщиной на вечеринке и добавил ее в друзья на фейсбуке. Она постоянно размещала объявления о сборе средств для своего больного сына. Это очень раздражало, поэтому я удалил ее из друзей. Я встретил ее снова через 6 месяцев и узнал, что она реально заметила, что я удалил ее из друзей и предъявила мне за это. Я был пьян, поэтому честно ответил ей, ты публиковала слишком много постов о своем ребенке. Это раздражало меня, поэтому я убрал тебя из друзей. Я не очень хороший человек. Ожидаемо, она очень разозлилась и устроила скандал. Все присутствовавшие на вечеринке сочли меня придурком. Я не потерял друзей из-за этого, но остался неприятный осадок, и это было очень заметно. Ну и ладно. В общем, через несколько месяцев ее арестовали. У нее не было никакого сына, и она разводила людей на деньги, собирая помощь для него. У меня отобрали водительское удостоверение. Я живу в Великобритании. В прошлом году у меня произошло озарение касательно моей жизни, что привело к тому, что я бросил пить и курить, и начал стремиться к тому, чтобы стать врачом скорой. Когда я подал заявку на водительское удостоверение, позволяющее управлять крупногабаритным транспортом, так как это требовалось для работы в скорой, врач спросил, были ли у меня когда-либо проблемы с алкоголем. Я сказал, что были, и рассказал о том, как я бросил пить 4 месяца назад, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Затем я сдал анализ крови на алкоголь, который, естественно, ничего не обнаружил. Через пару месяцев со мной связался сотрудник автоинспекции и сказал, что я не только не получу права на управление крупногабаритным транспортом, но они также лишают меня обычных водительских прав. У меня никогда не было никаких нарушений правил вождения или вообще каких-либо нарушений любого рода. Получается, они наказали меня лишь за то, что я рассказал правду о том, что бросил пить. Я все еще пытаюсь оспорить их решение. Если они не отменят его, это может помешать мне когда-либо достичь своей цели. Моя подруга из Франции получила туристическую визу в Соединенные Штаты. На пограничном контроле у нее спросили о ее планах. Она сказала посетить достопримечательности, повидаться с друзьями и заняться волонтерской работой в качестве компенсации за проживание. В США запрещено заниматься волонтерской работой иностранцам, прибывшим по туристической визе, поэтому ее отправили обратно во Францию и внесли в черный список. Лишь из-за того, что она не сказала, что приехала только для туристических целей. Бедная девушка и какая дорогостоящая ошибка. В средних классах у нас был учитель естествознания, отличный парень, ветеран, сочинял стихи, в целом приятный человек. Но однажды, когда мы сдавали ему самостоятельные работы, он в какой-то момент спросил, как вы считаете, какую оценку вы должны получить? Не желая переоценивать себя, я сказала, что 85%. Все мои одноклассники, которые старались намного меньше меня, когда выполняли самостоятельную работу, ответили, что поставили бы себе 100, и я подумала, что он лишь посмеется над ними и скажет, что не станет ставить высший балл с такие плохие работы. Когда он вернул нам наши работы, мы увидели, что каждый получил именно такую оценку, какую поставил себе сам. В этом определенно есть какой-то жизненный урок, только я не совсем поняла, какой именно. Во время учебы в бакалавриате я закончил выполнение экзаменационного задания и покинул аудиторию примерно на час раньше. Экзамен был по программированию, и если все сходилось, то нужно было не больше часа из двух выделенных на экзамен. Вскоре из аудитории вышло больше людей, после чего я и мои друзья решили перекусить. Я получил сообщение от одного человека из моей группы. Он попросил решение одного из экзаменационных заданий. В глубине души я как бы понимал, что этот человек может все еще находиться в экзаменационной аудитории, но я проигнорировал это чувство и отправил ему свое решение этого задания. Оказалось, что он все еще находился в экзаменационной аудитории, и его поймали с моим ответом в его телефоне. Препод начал выяснять, чье это решение, и меня спросили, принадлежит ли мне номер, с которого ему было отправлено сообщение с ответом. В то время я использовал незарегистрированные предоплаченные номера, так как они не могли доказать, что он мой. Все, что от меня требовалось, сказать нет, и они бы ничего не смогли мне сделать, но я решил рассказать им всю правду. Они попросили письменное показание, которое я им тоже предоставил, несмотря на настойчивые возражения моих друзей. Как выяснилось, в дисциплинарном совете, который должен был вынести решение о наказании в отношении того студента и меня, было два профессора, которые сильно ненавидели меня. В итоге я получил максимальное наказание, предусмотренное регламентом университета. Отстранение от учебы на один год с повторным прохождением всех курсов, которые я уже прошел в текущем семестре. К счастью, этот случай не был упомянут в моем выпускном личном деле, поэтому я смог поступить в магистратуру в зарубежном вузе и затем получить степень доктора. В средних классах я стал свидетелем драки. Я решил рассказать об этом учителю. Мы, я и два драчуна пошли в кабинет, куда всегда отправляли наказанных учеников в урочное время, чтобы обсудить произошедшее. Мы сели за стол и начали ждать. Я думал, что расскажу учителю о том, что произошло, и все сразу прояснится. Прошел целый час, я пропустил свой любимый урок. Затем учитель велел нам троим выйти вперед. Он прочитал короткую нотацию тем драчунам, затем настала моя очередь. В следующий раз, когда ты заметишь драку, что ты должен сделать? Я, хм, рассказать учителю? Вот так меня отчитали из-за того, что я посмел сделать то, что они сами велели нам делать. Я очень сильно хотел попасть в армию после колледжа. Рекрутер попросил меня ответить на вопросы, касающиеся моего здоровья и истории употребления запрещенных веществ. И я ответил честно. Он ответил, что с такими ответами он не сможет меня принять на службу. Но мне следует просто позвонить им еще раз, а он сделает так, чтобы на мой звонок ответил кто-то другой. Он сказал, что никто не будет сверять мои ответы с предыдущими, и что если во время следующего разговора я отвечу иначе, то меня могут взять. Я так и не перезвонил им. Нельзя сказать, что я был наказан за честность, но это определенно не та история, где я гордился тем, что сказал правду. Родители пытались добиться, чтобы кровельщик заменил всю крышу после сильного урагана, так как наша страховка предусматривала это. Мне было 7 лет, и я оказался рядом с сотрудником страховой компании, который должен был зафиксировать, какие повреждения нанесены ураганом, а какие нет. Но мам, эта трещина была еще до урагана. Хорошо, что взрослые редко слушают всю чушь, которую говорят дети, но мои родители накричали на меня за то, что я был слишком честен. Страховая компания не дала денег на починку упомянутой трещины. Ее починили в следующий раз, после еще одного урагана, когда я не повел себя как тупой идиот. Если у вас есть ребенок и к вам пришли важные люди, заприте вашего ребенка в комнате, иначе он подставит вас. У моей лучшей подруги два сына, и у обоих есть проблемы с речью, они не могут произносить звук R. Начальная школа, в которую они ходили, пыталась направить их к логопеду, но она не согласилась, потому что их дефекты речи казались ей трогательно милыми. Я спросила, встречала ли она когда-либо взрослого, который говорит так, и с того дня я для нее больше не существую. По ее мнению, настоящий друг должен соглашаться с тобой на 100%. Если ты согласен меньше, чем на 100%, то ты не настоящий друг. Мне плевать на то, что она думает, но не позволять своим детям ходить на коррекцию, которая им явно нужна, это настоящее издевательство над своими детьми. Им сейчас 15 и 16, они до сих пор так говорят. Мой лучший друг со средних классов начал встречаться с девушкой ближе к концу школьных лет. Она была настоящей королевой драмы, постоянно обвиняла его в измене, рылась в его электронной почте, флиртовала с парнями, чтобы заставить его ревновать, постоянно орала на него. Это были токсичные отношения, они постоянно переходили от ненависти к страстным поцелуем за секунды. В конце концов, когда я учился на втором курсе, они расстались. Конечно же, он распинался о том, что она худший человек на земле, что он теперь может дышать свободно и т.п. Прошел год, ни один из них не нашел себе вторую половину. Однажды он позвонил мне и сказал, что они снова вместе и безумно счастливы. Они уже готовы были сразу же обручиться. Все его друзья считали, что это плохая затея, но молчали. Я улучшил момент с ним наедине и сообщил ему, что хотя я всегда готов его поддержать в чем угодно, но он поступает глупо. Она не подходит ему, их отношения не продлятся долго, они слишком быстро приняли это решение. Это закончится скандалом и травмами. Естественно, он передал ей мои слова, и она взорвалась. Он начал игнорировать меня, мы перестали быть друзьями. Мы не общались много лет, и когда мы случайно сталкиваемся в городе даже сейчас, спустя 20 лет, нам обоим неловко. Хотя ему более неловко, чем мне, потому что через 5 лет, родив двоих детей, они изменили друг другу. Развелись. Он сейчас женат на ее бывшей лучшей подруге, а она переспала с одним из его друзей, чтобы отомстить ему, после чего съехала от него. Полная катастрофой тонны грязи. И все знали, что так и будет. Я до сих пор считаю, что поступил правильно, но толку от этого не было. И в конце концов, единственным измеримым результатом было то, что наша дружба закончилась. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok